Светлое Христово Воскресение – древнейший и самый важный христианский праздник. Торжественное богослужение началось ночью с субботы на воскресенье. В это время в Свято-Успенском соборном храме собрались сотни прихожан. Церковь вспоминает победу Христа над грехом и смертью. О радостном известии воскресенье Христовым возгласили во время ночного крестного хода. Христос воскресенье из мертвых, смертью смерть поправ, Исущим на гробе в живот дар вам. Христос воскресенье из мертвых, смертью смерть поправ. Главное пасхальное богослужение в эту ночь в соборном храме возглавил благочинный Лобинского церковного округа отец Александр Мудрик. Особый момент во время службы – раздача благодатного огня, который привезли из Иерусалима. Христос воскресенье! Христос воскресенье! Мористос воскресенье! Богослужения этой ночи являются особенно торжественными. Прихожане молятся о здравии и о мире на земле. Среди тех, кто пришел на пасхальную службу, глава района Игорь Чигаев, глава города Алексей Матыченко, казаки. Пасху празднуют в течение 40 дней до Вознесения Господня. В первую неделю ежедневно совершается богослужение во многих православных храмах. На Пасху и в течение всей Святой Седмицы всем желающим разрешают подниматься на колокольни и звонить в колокола. В завершение службы к прихожанам обратился благочинный. Дорогие братья и сестры, действительно радостно на душе, что сегодня такая радостная, великая, светлая ночь Светлого Христового Воскресенья. Мы к этому дню ушли в течение 46 дней. Мы думали над своей жизнью, оценивали, справедливо оценивали себя. Я думаю, многие со строгостью относились к себе, потому что никто наше внутреннее состояние знает так, как мы сами, но, естественно, Бог. Отец Александр Мудрик пожелал всем жителям работать над собой, наполняя сердца любовью, чтобы нести всем окружающим радость. Поздравил настоятель с праздником Светлой Пасхи главу района. Позвольте, Игорь Олегович, в память сегодняшней встречи, первой Пасхи, которую вы встречаете в качестве главы района, преподнести вот эти пасхальные символы. Вот это яйцо сделано детками нашей воскресной школы, ручная работа, но это свеча пасхальная, пусть она горит и освещает вашу семью и вашу жизненный путь. Христос Воскресе! Также Алексею Николаевичу, мэру нашему, даже хотели преподнести пасхальное яйцо, такое украшено нашими детками сделано, и свечу так в виде пасхочки. Христос Воскресе! Я искренне от всей души поздравляю всех ваших, близких родных с этим светлым Христосом Воскресением. Хочется пожелать вам, близким родным, здоровья, спокойствия на душе, настоящего тепла, взаимопонимания и добра в семье. И чтобы наш город, чтобы наши станицы, в целом наш район по-настоящему расцветал, чтобы он был комфортным, уютным для проживания. А мы для этого будем делать все возможное, чтобы и духовная жизнь развивалась, ну и материальная жизнь тоже немаловажная, как минимум не стояла на месте. Спасибо вам большое! С праздником всем! В эту праздничную ночь православные принесли с собой пасхальную выпечку и крашеные яйца, чтобы осветить. Крашенное яйцо является символом мира, обогренного кровью Иисуса Христа, а кулич – это символ тела Господня, которым должны причащаться верующие. По традиции, многие лобинцы в день Христового Воскресения посещают могилы усопших родственников. 8 апреля городское кладбище посетило около 8 тысяч человек. Я, в первую очередь, здоровья пожелала бы, успехов людям и покоя, чтобы у нас спокойная жизнь была, чтобы не было войны, чтобы было у нас мирно, хорошо. Хорошее настроение, погода хорошая, сам праздник обязывает к этому, просто встали солнце светить, жить хочется, очень хорошо. По инициативе перевозчиков был бесплатный подвоз людей, на входе работали торговые палатки с живыми и искусственными цветами, продавали сладости и воду. Позаботились и о безопасности. В этот день усиленное дежурство несли силовые структуры, им помогали казаки. На территории кладбища присутствовали экипажи пожарной части и скорой помощи. Мы постарались создать максимум удобств, для того, чтобы этот праздник был настоящим, самым главным праздником каждого христианина. Организованная торговля, организован подвоз, на кладбище наведен порядок. Погода соответствует празднику. Поздравляю вас, дорогие земляки, еще раз. И пусть этот праздник ничем не омрачится. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова